Минус Игорь Ахмедшин плюс его родной брат-близнец Сергей Ахмедшин. Накануне решающего матча в борьбе за титул чемпиона Ульяновска в строе мини-футбольного клуба «Платон» вернулся один из лучших бомбардиров команды. По нефутбольным причинам форвард отсутствовал почти два месяца. За это время в гонке бомбардиров его обогнали партнера по команде Юрий Абдулхаков и Владислав Горюнов. Но и на игровом взаимопонимании нападающего и остальных игроков «Платона» перерыв не сказался вовсе. Мы же играли сколько уже? Сезона три, наверное, вместе. Тут уже взаимопонимание это не потеряется. Только если техника и мастерство, наверное. Последний и решающий шаг «Платону» предстояло сделать в матче против «Погоды в доме», которая борется в чемпионате Ульяновска за третье место. Пару недель назад команда играла в финале Кубка Суперлиги и погода была сильнее в овертайме 4-3. Новая победа делала желто-синих фаворитами в бронзовой гонке против «Кристалла». Их очный поединок пройдет в заключительном туре чемпионата. Мы знали, что мы будем решать вочные встречи с «Кристаллом», смотреть, что мы выиграем или кто-то проиграет. Мы на это не смотрели. Будет следующая суббота, будет футбол пока что-то оставить на свои места. Темп, темп, темп. Используем свои сильные качества, не подстраиваемся. Играем свой футбол друг за другом. Надо здесь, сейчас и сегодня оформлять чемпионство. Давай, Ликинг. Парни, без лишнего давления, спокойно, играем в футбол. Раз, два, три. Первый тайм Платон провел по-чемпионски относительно надежного в обороне и очень бережно к реализации своих голевых моментов. Все это вылилось в два безответных гола. Первым отличился Владислав Гурюнов в стремительной контратаке, но оказался самым расторопным на добивании. Вторым поздравление получал Ильдар Латыпов, реализовавший своевременный пас Юрия Абдулхакова. Но, несмотря на уверенную игру, в перерыве на скамейке Платона никаких эмоций и эйфории, только конструктивный разговор. Один выдвигается, здесь Андрюша у них, даже он чуть поуже обычно вот здесь идет. Успокойно, играйте тогда с подстраховки. Если у Андрюши мяч уже спокойно, на него выдвигаемся, а спокойно остаемся поближе. Несколько минут хватило погоде, чтобы перевернуть все с ног на голову. Вот что значит опыт и бойцовский характер. Комбэк начался с точного удара реактивного Александра Попова, а затем в дело вступил один из самых опытных игроков в истории ульяновского мини-футбола Сергей Саевичев. Всего одной минуты хватило 38-летнему нападающему, чтобы не только сравнять счет, но и вывести свою команду вперед. Особенно знатным получился второй гол форварда. Удар в одно касание в дальний угол вызвал приступ бешенства в уголке Пироплатона Дмитрия Пантелеева. Бывает всегда наоборот. Всегда проигрываем и догоняем. А в этот раз как-то получилось наоборот. Просто не доигрывали каждый раз как-то случайности. Когда игра у команды не клеится, нужен тот, кто сыграет через немогу. Именно Латыпов незамысловато танком пошел на оборону соперника и сравнял счет. 3-3. Команды снова начали с чистого листа. Едва команды появились после эмоциональной бури играющего тренера Погоды, снова забил Саевичев. Снова в касание, снова в дальний угол. Комбинация, отработанная до автоматизма. Следом Михаил Каширин, участие которого в матче из-за травмы было под большим вопросом, пальнул точно в девятку. В заключительную пятиминутку Погода вступила с преимуществом в два гола. 5-3. Мы знали, что во втором тайме надо добавлять скорости. Тем более перед игрой мы видели, как ПСК также отыгрался. Так что верили, конечно, до последней минуты. Недели раньше у Погоды в матче против ПСК было куда больше преимущества. 5-1. Но пять пропущенных мячей в последние пять минут лишили команду трех очков. Поэтому, когда Платон, заменивший вратаря на пятого полевого игрока, начал отыгрывать один мяч за другим, возникло ощущение дежавю. Сначала отключился Латыпов. Именно его наделили полномочиями вратаря Ганялы. А затем дубль оформил тот, от кого этого только и ждали – Сергей Ахмедшин. Два его гола на последней минуте сделали этот поединок. Один из самых драматичных в сезоне. Вторую игру непонятные мячи. Может, кто-то неправильно играет, перемещается. Но какие-то смешные рикошеты. Кто в жопу попадет, кто в спину. Может, неправильно накрывает. Все разобрали, как играть. А почему-то опять получилось все то же самое. И сейчас просто опустошение психологическое. Последние секунды матча. Всем понятно. Платон – новый чемпион Ульяновска. Можно скакать, прыгать, кричать и поздравлять самого дорогого человека. У мамы главного тренера Платона Павла Трошина сегодня юбилей. По-другому чемпионство не выигрывается. Все через характер, через терпение, через преодоление трудностей. Проблем у нас и хватало во втором круге. Спасибо ребятам. Спасибо руководству, болельщикам. То, что болельщики поддерживали, не отворачивались. Ребята не сломились, несмотря ни на что. Ни на пропуски ведущих игроков, травмы. То есть, наверное, чемпионами так и становятся. За себя и за того парня. Все так же играли, не только я. Вся команда за себя и за того парня. Все нормально. Чемпионы, что поделаешь. Некоторые другие матчи 17-го тура получились, может, не столь эмоциональными, но также с лихо закрученной интригой. Валент Улл-Сити, например, вырвал победу у УМЗ на последних секундах. 4-3. А смена и вовсе горела и линия 0-2. Но смогла забить три безответных гола и праздновать успех 3-2. Победный гол, как водится, на счету обладателя пушки с левой, Александра Костенко. И только ПСК с Кристаллом не стали заморачиваться и одержали уверенные победы. Таким образом, Платон, одержав 16 побед в 17 матчах, досрочно за тур до окончания соревнований стал чемпионом. В четырех очках от него, несмотря на все старания, ПСК, который гарантировал себе серебро. А вот кто станет третьим призером, вопрос открытый. Выбор, правда, невелик. Погода или Кристалл? Третьего не дано. А вот главные неудачники турнира уже определены. Суперлигу покидают Промресурс и Элина. Заключительный 18-й тур пройдет 21 марта. Один из его матчей уже сыгран. УМЗ уверенно победил Элину 9-1. Обе команды уже закончили сезон. Благодаря этому организаторы на десерт оставили самое сладкое. Поединок за бронзу между Погодой и Кристаллом. Кристаллический пока впереди на одну очко, а значит ничья гарантирует им медали. Но вряд ли такой результат устроит амбициозный коллектив Дмитрия Арефьева. Погода же вынуждена будет играть только на победу. А это значит, что мы вправе рассчитывать на еще один мини-футбольный спектакль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин